доброго времени суток приветствую вас на канале personal experience в этом видео мы с вами познакомимся с программой rgb fusion 2.0 от компании гигабайт так друзья как вы видите я запустил данное приложение данную программу у меня имеется три девайса от компании гигабайт а точнее от его от ее вернее игрового подразделения арус это материнская плата за 3090 арус мастер это у нас арус rgb rgb memory то есть 4 плашки каждая по 8 гигабайт всего 32 гигабайт установленном на материнке и видеокарта видеокарта арус второго поколения 2080 x3 итак давайте ребят посмотрим я сейчас вам покажу все так же как вы видите вот меня на экране у меня есть также еще ssd диск от компании дельты также подключен по кабелю к материнской плате и он также синхронизирован для него подсветка синхронизирована с подсветкой материнской платы сейчас мы это все с вами протестируем вот как вы видите в верхней части слева и имеется синхрорежим если мы включим его то вот показывается имеется 3 так сказать окошко это окошко материнской платы оперативной памяти и видеокарты сейчас он включен режим off начнем с первого режима static статик статик режим это режим когда просто как бы такой обычный статичный режим сейчас допустим цвет выбран оранжево-красный при помощи вот этого вот колесика пушка мы можем соответственно изменять любой оттенок как видите здесь вот все это повторяется и также можем яркость уменьшить или увеличить здесь вот таким вот образом тут то что касается первого режима static это режим синхронизации пульс здесь у нас происходит такая вот пульсация здесь можем увеличить и уменьшить скорость вот это средняя приблизительно выше средней а это уже максимальная так здесь также как бы можем если не ошибаюсь менять с вами пульсации следующий режим flash вспышка также здесь можем поменять цвет вспышки следующий режим flash двойная вспышка также вот таким вот образом кому нравится может поставить color cycle значит у нас просто цвета меняются сейчас вот как видите установлена максимальная скорость максимальная яркость можем уменьшить яркость сделать очень тусклым или сделать вот так максимально ярким здесь очень можно скорость уменьшить вообще будет очень очень медленно меняться или вот максимальная скорость вот так вот цвета практически не останавливаясь переливаются следующий этот режим это режим музыки если мы включим какую-либо музыку то соответственно как бы будет все это происходить такт музыки можем сейчас с вами протестировать как вы видите музыка запущена и здесь также можем изменять цвет давайте перейдем к следующему выжиму так а следующий режим у нас это рандом рандом это получается все цвета все цвета радуги просто как бы они будут сами по себе появляться на всех девайсах по как говорится произвольному порядку так и здесь вот есть еще игровой режим поддерживаться только две игры к из go и project cars но этих игр у меня нет поэтому протестировать их сейчас мы не парами не сможем есть также вот режим полного выключения то есть как бы полностью отключить подсветку если захотелось так сказать вот я обычно ставлю circle color circle чтобы цвета сами менялись полностью давайте теперь перейдем отдельно к каждому девайсу потому что у них у каждого есть свои свои функции свои так сказать особенности подсветки это были общие а сейчас будем непосредственно осматривать каждую отдельности материнская плата действие здесь как видите есть несколько зон rgb который можно также каждой в отдельности настраивать сейчас данный момент допустим на этой зоне показан сейчас вот идет вот также есть несколько режимов сейчас у нас показан режим волны также имеется статический статичный режим видите вот раз в крае там сказать вот где зона vrm там у нас вот цвет поменялся но я всегда предпочитаю несколько цветов то есть чтобы перевали переливать также здесь те же самые цвета который мы то что с вами рассмотрели это пульсы flash double flash вспышка с какого в целом cycle и digital wave то есть как бы это все мы с вами то что уже просмотрели поэтому покатим здесь вы каждую зону из можно устанавливать по отдельности то есть независимы друг от друга также здесь есть режим rgb подсветки на оперативную память здесь также вот как вы видите есть общие которые мы с вами тоже рассматривали статичный режим на оперативке пульсация flash double flash color cycle wave это волна волнистый вот так вот радужный так сказать и вот здесь есть особенности которые не подверживаются допустим на материнской плате давайте рассмотрим их color stroke видите как он вот так вот пульсирует как бы нам потом дропит как будто бы капли вот так эти как смотри как будто бы стекает также можно цвет регулировать при помощи вот этого вот ползунка любого цвета любого цвета можно установить желтый можно просто поменять потом color drop it видите он меняется когда падает меняется цвет вот так вот типа потом каскад вот так вот в разные стороны я соединяются обратно каскад также можно поменять любой цвет или нет они в каскаде не меняется кстати да просто можно увеличить скорость вот так или сделать на обычную среднюю и также увеличить или уменьшить яркость яркость меня стоит почти на максимум потом color каскад вот так вот это наверно просто а ну вот понял цвета меняется чаще и также можно полностью отключить подсветку ну здесь тоже ставлю всегда у меня как правило стоит wave то есть вот такой вот режим волны и здесь также можем сделать допустим нажать apply и соответственно установить данный режим подсветки для данного девайса что касается видеокарты вот на видеокарте тоже имеется несколько rgb зон это соответственно сами вентиляторы которые вот так очень красиво подсвечены за на заднем на бэкплейте который сейчас у нас не виден у нас есть также логотип orus который тоже красиво подсвечивается и также есть сверху на верхней тыльной стороне карты видеокарты логотип orus с названием orus также они отдельно регулируются как бы не отдельно но подсветка регулируется вместе ведь эти три зоны они синхронно меняют цвета также здесь вот на 1 видите с первого как бы сверху это статический режим это такой же режим как и на материнской плате то есть как видите обычный просто любой выборный с вами цвет 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 настроение синий синий да можно здесь поставить допустим пульсацию также может пульсироваться также вот мы делаем максимальную скорость соответственно выбранный вами цвет будет просто пульсировать есть flash но также который мы только что рассматривали вот есть 300 из новенького который именно функция которую для создана для видеокарты вот клаус это называется вот давайте поставим ее видите так интересно да прикольно подсвечиваются вентиляторы также можно выбрать скорость увеличить или уменьшить у меня как обычно стоит так чуть выше среднего есть вот color shift вариант такой вот видите как они меняются прикольно видите как от красного к желтому потом зеленый красиво зеленого сначала меняется левое колесо потом среднее и затем уже правое готовят красивый режим также есть без бинг называется режим этот режим вы можете видеть во многих рекламных роликах и там как бы на презентациях именно вот этот режим был выбран когда даже на упаковке видеокарты часто используют вот это изображение именно во время работы этого режима по-моему прикольно смотрится градиент давайте посмотрим градиент видите как бы две области белое и красное можно также кастомизировать выбрать допустим любую любой другой цвет допустим больше белого зеленый березеный с белым видите как видите как допустим или синий с белым от белого к к к лубому к желтому вот так ну вот к красному было прикольно вообще вообще что по умолчанию так rainbow флук режим такой вот этот режим подсветки триколор триколор тоже похоже на чем-то напоминает подсветку бмв м автолюбители меня поймут в но это режим который мы с вами уже рассматривали и вот очень интересный режим также есть вот intelligent это знаете что это значит здесь указывается давайте давайте нажимаем apply как вы видите здесь вот регулировка цвета подсветки вентилятор вообще видеокарты она подключена к режиму температуры на чипе вот если температура чипа видеокарты ниже 40 градусов то подсветка будет зеленая если как бы от 41 градуса до 70 градусов то подсветка будет желтая если выше 71 то соответственно подсветка видеокарты будет оранжевая как сейчас ну и можно полностью просто взять и отключить подсветку как сейчас я сделал также можно создать несколько профилей и записывать их и создавать как бы что-то свое необычное но у меня идет профиль 1 поэтому я всегда выбираю color cycle или нет что у меня там стояла а wave по моему стояла вот так да это режим да в общем вот так вот такой вот вот такая вот программа в принципе она не такая сложная периодически обновляется в интернете есть очень много жалоб на работу данного приложения я тоже во время так себе покупки первых версиях этой этого приложения этой программы были очень большие какие если сказать минусы работа нестабильная работа вылетала подсветка работала не нормально то есть режимы как-то слетали все как бы очень много было жалоб в последних ревизиях последних обновлениях разработчики это все пофиксили сейчас данный момент на зиму 2022 года данное приложение работает стабильно то есть с моей стороны никаких нареканий нет все нормально я доволен если данное видео было вам полезным ребята пожалуйста поставьте лайк если не подписаны на канал обязательно подпишитесь включите колокольчик чтобы не пропускать новых интересных видео а самое главное берите себя и своих близких да еще хотел вам добавить обычно люди стесняются писать комментарии или просто не пишут пишите комментарии задавайте вопросы я обязательно на все это отвечу и как говорится поделюсь своим личным опытом всегда очень рад общению с моими зрителями всего вам хорошего до свидания